Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины и их описание по книге Великие Музеи Мира. Филипп Джеймс Д. Лотербург. Ведение белой лошади. 1798. Холст масла. 122 на 92. Филипп Джеймс Д. Лотербург. Известен под именем Филипп Жакки, а также Филипп Якоб Младший. Английский художник французского происхождения. Учился в Страсбурге. Родители готовили его стать лютеранским священником. Но юноша настоял на том, чтобы быть художником. С этой целью отправился в Париж. И там в скором времени прославился. В 1771 году мастер переехал в Лондон и принял приглашение актера Дэвида Гаррика работать сценографом для старейшего лондонского театра Дру Рилей. На этом поприще у него были выдающиеся достижения. Последние десятилетия 18 века, это эпоха Великой Французской революции, последующих войн и предощущение приближающего сравнительно скоро нового тысячелетия. Дали толчок к очередной интерпретации апокалипса, апокалипсической темы. Художники стали разрабатывать сюжеты гибели мира, страшного суда, конца человечества. Картина Лотербурга демонстрирует первых двух из четырех всадников апокалипсиса. В трактовке этого сюжета автор явно опирался на знаменитую гравюру Дюрера. «Четыре всадника апокалипсиса» из его серии «Апокалипсис». Ну, вот такое описание к работе «Ведение белой лошади» автор Филипп Джеймс Дэллтебург. 1798 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok